Я хочу вас познакомить с замечательной ниточкой весенне-летнего сезона, это Газал Гиза. Пряжа хорошо вяжется, не слоит в работе и отлично скользит по инструменту. Какой бы цвет вы не выбрали, изделие будет иметь изысканный блеск. Кстати, этот узор, пламя свечи, мы вязали в одном из наших мастер-классов. Эта пряжа мне напомнила Газал Бэби Катон, Ализабелла и Этрофил Альбеа. Толщина нити у них практически одинаковая. Как вы знаете, мерсеризованный хлопок может давать косину в лицевой глади, поэтому лучше использовать. Я рада вас всех приветствовать на нашем канале. С вами магазин рукоделия Кэнди Ярн и я, Яна. Сегодня я хочу вас познакомить с замечательной ниточкой весенне-летнего сезона, это Газал Гиза. В ее составе египетский 100% мерсеризованный хлопок. Моточки 50 грамм, 125 метров. Отличительная особенность этой пряжи в том, что мерсеризация дает ей гладкость, лоск и блеск. Моточки небольшие, но достаточно увесистые для 50 грамм. Они шелковистые и приятные на ощупь. Пряжа хорошо и туго смотана в продолговатые мотки. Нитка равномерная по всей длине, так как это 100% катон, она абсолютно не тянется. Состоит из 4 тонких нитей, плотно скрученных между собой. Эта пряжа мне напомнила Газал Бэби Катон, Ализабелла и Этрофил Альбеа. Несмотря на разный метраж в 50 граммах, толщина нити у них практически одинаковая. Единственным отличием является сатиновый блеск Газал Гизы. Пряжа хорошо вяжется, не слоит в работе и отлично скользит по инструменту. Производитель рекомендует использовать спицы 2,5-3,5. Я решила использовать средний вариант спиц, троечку. В лицевой глади петельки выкладываются ровно. Полотно получается упругим, эластичным и плотным. Для летних изделий чулочной вязкой я рекомендовала бы использовать инструмент на полразмера больше. Как вы знаете, мерсеризованный хлопок может давать косину в лицевой глади. Поэтому лучше использовать ажурные узоры для ваших летних изделий. Свой образец я вязала спицами номер 3. Он получился упругим, более рыхлым, рельефным. Рисунок хорошо читается. Кстати, этот узор, пламя свечи, мы вязали в одном из наших мастер-классов. Ссылочку вы найдете вверху. Что касается крючка. Производитель рекомендует использовать крючок 2,4. Для своего провяза я использовала крючок номер 3. Полотно получается тугим, толстым и практически не тянется. Плотность вашего изделия можно регулировать выбором номера инструмента и узора. Пару слов о палитре. На официальном сайте производителя насчитывается огромное множество красивых оттенков этой пряжи. Есть как яркие насыщенные, так и спокойные пастельные тона. Какой бы цвет вы не выбрали, изделие будет иметь изысканный блеск. А теперь рассмотрим цвета поближе. Нумерация цвета начинается с цифры 24. Дальше идет 51, 56, 57, 58, 60, 65, 67, 68, 70, 77, 80, 81, 82. Что можно связать с этой пряжей? Так как она подходит для весенне-летнего сезона, из нее будут отлично смотреться ажурные джемпера, кардиганы, жакеты, майки, футболки, платья и юбки. Пряжа гипоаллергенна, поэтому отлично подойдет для детских изделий и игрушек. Как ухаживать за изделиями из этой пряжи? Температура воды 40 градусов, деликатная стирка, не тереть, не выкручивать и сушить в горизонтальном положении. Утюг можно использовать на средних температурах. Также производители разрешают нам использовать машинную стирку на деликатном режиме. Изделие не линяет, не выгорает и не деформируется. А теперь поговорим о плюсах и минусах этой пряжи. Плюсы. Она красивая, натуральная, гипоаллергенная, гигроскопичная, воздухопроницаемая, легко вяжется, красиво выкручивается. Выкладывается в любой узор и имеет шикарную палитру. Что касается минусов. На мой взгляд, пряжа имеет неэкономичный расход. Например, на джемпер 46 размера с длинным рукавом у вас уйдет 11 мотков. Для футболки такого же размера вам понадобится 9-10 мотков. Если вы задумались вязать весенний шарфик или бактус, вам достаточно будет 4 мотков. Это единственный недостаток, который я нашла в этой пряже. В комментариях напишите, в каких изделиях вы видите эту пряжу? Что бы вы из нее связали? На этом у меня все. Спасибо всем за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать колокольчик. И всем пока! Сладких вам петелек! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok